здравствуйте продолжаем практику и вот как мы сейчас на этой неделе решили делать это будет без моей настройки но в начале и в конце я буду читать отрывок из генджу куана не нужно про него думать можем просто как-то так с ним быть начнем просто с определения своего текущего состояния какое сейчас интересно как дышится как в целом по звуку гонга мы пересечем и границу нашего пространства пойдем дальше генджу куан Дугена Цзэнджи Второй отрывок Носиться со своим «я» пытаясь осветить им мириады вещей — это практика иллюзии. Позволять мириадам вещей проявлять себя — это практика пробуждения. Те, кто глубоко всматриваются в свои заблуждения, будут дыль. Те, кто глубоко погрузился в заблуждения по поводу своего пробуждения, — обычные существа. Однако существуют люди, пробуждающиеся на пике пробуждения, и есть люди, все более заблуждающиеся в глубине заблуждения. Когда видишь форму или слышишь звуки, полностью отдавая им тело и ум, то схватываешь их целиком. Это не похоже на то, как вещи отражаются в зеркале или луна, в воде, когда одна из сторон освещена, а другая остается во тьме. Изучать путь Будды — это значит изучать себя. Изучать себя — это значит забывать себя. Забывать себя — это значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует, значит позволить исчезать своему телу, уму, а также телу, уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. И мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Продолжение следует... 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 У нас остается примерно 5 минут до завершения практики. Можем завершить ее обычным ритуалом дружественности, благодарности, то, что вам подходит, то, что вы чувствуете расширяющим для вас, углубляющим ваше отношение с миром. Может быть, это пожелание добра, освобождение всем живым существам. Может быть, благодарность, может быть, еще что-то. Продолжение следует... 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 И в завершении я еще раз прочитаю сегодняшний отрывок из Гензи Куана. Можно просто послушать его, побыть с ним, с его смыслами. И с тишиной, стоящей за этими смыслами. Носиться со своим «я», пытаясь осветить им мириады вещей, — это практика иллюзии. Позволять мириадам вещей проявлять себя — это практика пробуждения. Те, кто глубоко всматриваются в свои заблуждения Будды, Те, кто глубоко погрузился в заблуждение по поводу своего пробуждения, — обычные существа. Однако существуют люди, пробуждающиеся на пике пробуждения. И есть люди, все более заблуждающиеся в глубине заблуждения. Когда видишь форму или слышишь звуки, полностью отдавая им тело и ум, то схватываешь их целиком. Это не похоже на то, как вещи отражаются в зеркале или луна в воде, когда одна их сторона освещена, а другая остается во тьме. Изучать путь Будды значит изучать себя. Изучать себя значит забывать себя. Забывать себя значит быть обнаруженным всем, что существует. Значит, быть обнаруженным всем, что существует, значит позволить исчезать своему телу, уму, а также телу, уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. Мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы на этом можем завершать. Можем взять из этой практики все, что захотим взять в сегодняшний день. Давайте сейчас себя погладим, как мы это обычно делаем. Животу, по кругу, по часовой стрелке, а другим частям тело как-то разглаживаем, растираем, разминаем. Потянемся, раскрываясь через это подтягивание. Глядимся в пространство, как оно видится сейчас. Как вы себя чувствуете. И по звуку гонга мы закроем это пространство на практике и 10 минут посвятим творческому отклику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что можем поговорить? Тем у нас специальной нет какой-то можем просто приносить туда то, что что сейчас актуально, то, о чем захочется поговорить. Данин, скажите, пожалуйста, Доброе утро всем. Огромное спасибо за практику. Такой продолжающийся вот этот вот опыт, я бы назвала бессловесной такой медитации. Я, наверное, отозаусь на весь предыдущий ретрит, потому что он для меня оказался самым таким глубоким. Вот даже не знаю, с чего начать, потому что столько всего было увидено в опыте. Это хорошо, конечно, его задержать хочется. Ну и понимаешь, что если задержишься, то не сдвинешься с места. Сегодня, наверное, я про такие размышления, как сновидение. Оно очень тесно связано с практикой. Я просто, наверное, обозначу, откуда это возникло, и вот подтолкнулась эта тема. Подтолкнулась действительно. День назад, пару дней назад, была небольшая конференция, на которой обсуждали историю, тему счастья со всех сторон, включая буддистские практики. И мне было интересно услышать, наверное, это как раз путливый ум, которому интересно все, что связано с наукой и физическим телом. Это тоже отдельная тема, потому что я заметила, что за ретрит у меня схематические рисунки очень напоминают физические какие-то рисунки. И мне было интересно услышать, как проводят, не знаю, пробужденные, не пробужденные люди, но пытаются проникнуть в опыт перехода, опыт посмертной медитации, перехода из одного состояния реальности в другую. И это, конечно, очень интересно, потому что я задавалась вопросом того, что вот такой переход, подготовку и тренировку, наверное, мы осуществляем ежемоментно, пребывая в состоянии алертности и в реальности, отличая сон от пробуждения. И более глубокая, наверное, практика проходит, когда мы уходим в сон. Там, где очень сложно контролировать какие-то процессы, но никто не говорит, что это невозможно делать. И вот часть практики, она была у меня связана как раз, чем-то перекликается с такой звенящей темой контроля, когда ты уходишь в сон. И там я обнаружила и практиковала весь ретрит, одну из форм во сне. Ну, то есть это не сидение, а определенная форма засыпания и отслеживания, что с тобой происходит в этой форме. И для себя я увидела достижение того, как я могу во сне отмечать моменты, когда я эту форму меняю. и могу переходить в состояние пробуждения. Пробуждение во сне, в том числе и физического тела. Но я ощущаю, что это не совсем пробуждение, пробуждение. Ну, вот такой, даже не знаю, полусном это нельзя называть, потому что сознание все-таки отмечает изменения в физическом плане. И вот то же самое я начала отмечать вот в течение практики. Действительно, очень важно делать это в состоянии покоя, как очень легко погружаться в сон, будучи в состоянии несна. И я начала это отмечать в своей ежедневной жизни, когда это удается, как очень легко впадать в этот сон. Это очень легко делать, но меня радует, что я уже отмечаю вот эти вот моменты сновидения в реальности и нахождения в реальности. Конечно, это вот история «Пять сканг». которые достаточно еще сложны, но, тем не менее, это такая история дружбы, с одной стороны, с контролем, а с другой стороны, с состоянием исследования своего сновидения с выходом из этого сна. Это одна такая тема, и эта практика очень многое дает. это то, что приводит меня на высоль, что у нас огромное количество потенциала и возможности тренировать навык перехода из этих состояний. И мы можем делать это каждую минуту, каждую секунду своего пребывания в такой форме. Вторая тема, которая очень близко, и она затрагивает все темы, в том числе будущую тему этики. Твой пример с твоей девушкой, у которой есть, ну и сейчас буду говорить, может быть, немножко грубо звучать, функциональная особенность, отличие, в котором она родилась, и как она это проживает. Я поняла, что у меня тоже есть такая возможность использовать этот опыт. И я проэкспериментировала вчера на очень необычные вещи. Я просто использовала какую-то отличительную часть в одежде внешнюю. с тем, чтобы почувствовать себя и пройти, скажем так, в социуме вот эту историю отличия от другого, независимо от того, где ты в географическом плане находишься и к какой группе имеешь принадлежность. Можно использовать какую-то необычную вещь, которая может не укладываться в сознание людей, находящихся на той территории, где живешь ты, в той локации. И это действительно была тренировка пять санг, потому что это был мой выбор, и я в любой момент могла отказаться от этого. Например, от цвета кожи я не могу отказаться. есть, конечно, условия, при которых возникают даже политические течения и влияние на людей, когда они пытаются изменять цвет кожи, используя косметические средства, и там вообще огромная индустрия лежит за этим. Это тоже такие процессы, которые стоит отмечать. Но вот в моем случае у меня было вот это вот осознание, движение в реальности, что в любой момент я могу отказаться и не делать этого. но при этом я осознанно пошла вот в этот опыт, и для меня было важно услышать огромное количество сигналов, которые могут оказываться для меня как угрозой, так и возможностью чему-то учиться в моменте. Потому что появляясь в необычном виде, я тоже могу составлять угрозу для других, потому что они не знают, как со мной иметь дело и общаться. И для меня это большой поле для тренировки контакта с любой формой, которая может быть отлично от тебя. И для моей личности было интересно увидеть, как легко я могу маргинализировать какую-то часть себя в том числе. И если я могу это делать легко внутри себя, то я это с легкостью могу делать по отношению к другому. И тогда здесь мне очень важно отмечать вот этот момент, это как раз из пяти санг про интенсию, для чего ты это делаешь. И возникает вопрос действительно этики. И здесь тоже интересно, потому что мы тоже можем здесь с одной стороны сновидеть, залипая в истории. Мы все знаем легенду про Антуанетту, которая предложила пирожное определенной социальной группе людей. но при этом есть осознание того, что этот человек мог это делать из своего бытия, действительно не осознавая происходящего, то, что происходит с другими людьми. И это тоже про способность наверное видеть и отмечать вот эти вот отличия и понимать, какие вещи уместны, а какие нет. И здесь действительно очень много сложностей. и действительно я могу это учиться внутри себя, но не хочется это делать из выживальческой части, когда ты выходишь в социум и действительно начинаешь понимать, что какой-то элементарный элемент в одежде может вызвать угрозу жизни твоей. Наверное, и в детстве это наблюдали. Дети самые жестокие, они очень легко переключаются на то, что вызывают у них необычные ощущения, непонятные, особенно в подростковом возрасте, и легко могут это уничтожать. Вот какие-то такие две темы достаточно обширные, сложные, не всегда артикулируемые, но вот хотелось поделиться. Спасибо. Да, ну я как-то слышу здесь такую, в общем-то, можно как одну тему фактически это действительно свидетельствование переходов из одного переживаемого опыта в другое, потому что если мы там говорим о вот этом вот, то, чего вы начали, этот переход посмертный, ну, опять же, мы можем по-разному к этому относиться, я там в большей степени как агностически к этому отношусь, в смысле, что я ставлю такое вот незнание в себе, но там какой-то мой опыт изменённых состояний сознания показывает, что высокая вероятность, что со смертью действительно не всё заканчивается в нас, что мы живём в очень таинственном, в общем-то, мире, таинственной реальности, и то, что мы называем сознанием, это тоже очень таинственная штука такая, вот, и поэтому в каком-то смысле действительно мы можем предполагать, как минимум такую гипотезу оставлять себе, в том числе то, что мы сейчас делаем, не только для текущей жизни, что самое важное, конечно же, в принципе, это определённая подготовка также и к процессу умирания, и в буддистской традиции это очень выражено в разных совершенно направлениях, течениях буддизма, это как-то очень так подчёркивается важность этого перехода, важность этого момента умирания, вот, но тут действительно, если мы немножко расширим эту тему, вообще переходов из состояния в состояние, из каких-то одного переживаемого опыта в другой, то можем, ну, вот, скажем, это тибетская книга мёртвых, известная, Бардо Тёдл, она же вообще-то переводится, точный перевод, как книга именно вот этого переходного периода, переходного состояния, то есть Бардо это некое такое состояние между жизнью и смертью, но в более широком смысле Бардо это состояние между чем угодно, я вот например люблю аэропорты, потому что там Бардо, такое вот состояние, когда прошёл контроль, и оказываешься уже, ну, особенно если там пограничный контроль, окажешь уже не на территории фактически, ну, так вот, пусть это не фактически действительно, а символически, но ты уже не на территории этого государства, ты уже вышел из неё, но ещё не перешёл на территории другого государства, понятно, что это человеческая выдумка государства, тем не менее, какое-то вот это состояние перехода и межмирия, ну, вот у меня возникает ярко в аэропортах, но если ещё мы как-то это расширим, мы постоянно находимся в этих каких-то переходах из одного состояния в другое, из одного переживания в другое, тема буддийская основная, что мы всматриваемся, всматриваемся в аничью вот эту изменчивость на проэто, и эта изменчивость может измеряться в каких-то длительных периодах, ну, там, года, например, да, или какие-то, вот у нас была жизнь какая-то определённая, потом у нас наступила жизнь в пандемии, потом у нас жизнь в войне наступила, и как-то мы движемся вот через эти периоды. Есть, естественно, как более короткие, есть у нас день, как такой период явных таких изменений, вот сегодня день и ночь, ночью мы спим, это одно состояние, какое-то днём мы бодрствуем, другое состояние. Но буддизм, буддийская практика обращает внимание ещё на более мелкие, в общем-то, изменения, вот фактически ежемгновенные. И в этом смысле символические рождения и смерти можем рассматривать как именно вот эти постоянные переходы ежемгновенные. И тогда вот это, как вы говорите, уместность, она как раз здесь становится важной, ключевой такой, собственно, способ жизни, как я прохожу вот в этот, через эту изменчивость постоянно. Ну и вот один из моих любимых таких из притч, одна из любимых притч, как ученик у Юнмени, мастера Юнмени Цзенского спросил, что такое наивысшая буддийская истина, и он сказал, что это уместное выражение, это уместное включение в ситуацию, где я сейчас нахожусь, как я это могу интерпретировать. И тут вот сидит тогда вопрос мотивации, потому что иногда, например, нужно, бывает, нужно произвести какое-то провокационное действие, например. Вот сегодня говорили про эту одежду, что мы можем быть одетыми, можем быть голыми. Сейчас вчера вот Саша предложил в супермаркете ходить голыми, или это я предложил. Саша сравнивал баню и супермаркет. И если это совместить, то для меня становится вопрос, зачем, зачем, чего мы хотим, и в какой сегодня ситуации. Я просто помню, мы как-то давно еще с группой приятелей, ну, это было, я не знаю, это было давно, как в начале двухтысячных, наверное. Мы с группой приятелей поехали, куда-то мы поехали на Черное море, я не помню, был ли это Кавказ или Крым, Крым еще был наш, украинский, вот, и, соответственно, мы приехали, а у нас, ну, своя группа такая, вот, мы чувствуем себя в ней защищенно, естественным образом, да, потому что как-то вот мы тут свои, ну, и нас много, человек десять было, мужчины, женщины разных полов, всевозможных полов, и вот мы, ну, а там какой-то вот такой вот пляж нормальных, так сказать, людей, все купаются и загорают в купальниках, а мы, значит, такие вот решили как-то поискали, у них там нудистского пляжа не было, своего такого отдельного, куда-то нам ходить совсем далеко в сторону не хотелось, и мы так решили, ну, в сторонке, понятно, что не совсем так вот, на краешке обычного вот пляжа организовать свой нудистский, вот на нашу группу небольшую, и вот мы там стали, это как-то, ну, там так было не совсем открыто, то есть мы как-то так под утесом там лежали, в общем, считали, что мы находимся в такой, как бы, своей ситуации, и, ну, и как-то, в принципе, да, нормально было, пару дней, наверное, мы так ходили, купались там, загорали, ну, вот, когда мы загорали, мы просто под утесом, и там, как бы, нас не особо было видно, а когда просто купались, уже шли вот голыми, ничего, но потом там стали приходить местные ребята, которые, вот, которые нравилось смотреть на девушек, на наших, вот, но не нравилось смотреть на парней, на нас, то есть, и, значит, и они на нас всячески, ну, как-то начали агрессивно, агрессию проявлять, кричать нам, всякие обидные слова, вот, ну, и, в общем, мы как-то так подумали, что, наверное, не стоит провоцировать эту ситуацию, вот, то есть, просто для меня это, как пример, я почему его привожу, что он такой, всегда этот вопрос, вот, если я совершаю некую провокацию, то насколько, она что сделает со мной, да, вот зачем, иногда нужно, иногда нужно сделать, иногда нужно что-то, проявить как-то себя поперек, в ситуации, но зачем, вот вопрос, что дальше будет, будет, вот здесь, ну, это всегда какой-то, действительно, такой вопрос для, более, наверное, внимательного всматривания, то, что я хочу, понятно, что, вот, ну, в ситуации, в ситуации много, как сказать, ну, на любую ситуацию действует много факторов, и поэтому, одной моей, там, мотивации недостаточно, я могу со всеми прекрасными своими, как сказать, интенциями, что-то делать, но другие факторы будут нивелировать это, или поворачивать в другую сторону какую-то, какие-то неожиданные, приводить к неожиданным результатам, но тем не менее, вот, собственно, а что мы можем тогда, ну, сегодня вот эта наша практика осознанности, такого вот выпрошания, фактически выпрошания постоянного, что я делаю, а зачем это, а где я сейчас, вот, выход из этого сна, как вы говорите, потому что сон этот, ну, действительно, это сон моих представлений, исходящих из моего предыдущего опыта, моих концепций каких-то у жизни о мире, моих идей, а реальность, она вот изменчивая, реальность, она такая какая-то живая, и вот встреча с этой живой реальностью и задавание себе вопросов, что я делаю, зачем, что вообще может из этого произойти, ну, мне кажется, это как раз очень такой важный пробуждающий фактор, пробуждаем все в этом в этом сне. Вот, ну, а и последнее вот по поводу тренировок, вы сказали, вот переход, переходы всевозможные, вот в частности переходы из, когда мы укладываем спать и наоборот из сна в бодрствование, действительно, хорошие такие моменты для тренировки вот этой осознанности, как мы действительно уходим в сон, то, что часто это бывает так, что вот я не сплю, не сплю, осознаем все, потом раз, как-то выключился и все, не заметил этого перехода. Бывает, что вот, действительно, при тренировке это особенно, естественно, само проявляется на длительных ретритах, когда долгое время, ну, вот в течение дня много медитаций просто. В основном день посвящен практике медитации, то есть там может быть по 12, 15 часов. И тогда действительно вот оно начинает постепенно включаться, так сильнее, и, например, переход из бодрствования в сон, он тоже такой очень постепенный, вот не сплю, не сплю, и вот продолжается, продолжается, и вот уже сплю, я все еще осознаю, что я уже перешел в сон. Вот. Ну, или наоборот, выход из сна, сплю, 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 а вот уже не сплю, не сплю, не сплю. Как это более постепенно делается. В этом смысле вот мы, конечно, ну, тренируемся, когда в повседневной жизни, ну, вот мы так просто сидим, какое-то более-менее, ну, то, что мы называем, бодрствующее состояние, при этом может быть важно как-то так чувствоваться всматриваться, вслушиваться вот в эти тончайшие тональности состояния, тончайшие оттенки. Вот как мы там чай пьем, можем чувствоваться в эти оттенки вкусовые, и там выпил, а еще остаются послевкусие. Вот эта самая тренировка способности распознавать тонкие тональные вот эти оттенки, она, соответственно, дальше позволяет распознавать разные состояния, те разные состояния сознания, в которых мы постоянно пребываем и переходим из одного в другое. Так что, да, мы можем с одной стороны использовать, ну, практиковать, например, в каких-то либо длительных ретритах, когда есть возможность, либо ну вот стараться делать это, например, переходясь на бодрствование, но также в повседневной жизни стараться замечать, что мы все время в каких-то переходах, все время наше состояние меняется, и вот тогда может практика становится такой вот распознаванием этих тонких оттенков, мы все время в каком-то измененном состоянии, то есть у нас есть понятие вот измененное состояние сознания и обыденное, нормальное состояние сознания, но это все очень большие условности, что как бы есть вот этот спектр постоянных изменений, и вот мы можем быть внимательны к этому, и тогда действительно вот это, если как-то закруглить этот разговор, то вот если мы лучше распознаем свои состояния, то мы можем действительно действовать более точно, адекватно ситуации какой-то, потому что мы же всегда встречаемся с жизненной ситуацией с собой, как мы есть, либо мы встречаемся более так ясно с ней, либо находясь в каком-то своем действительно сне, в каком-то сне предыдущего опыта какого-то. окей, там есть еще какие-то темы интересные, важные, Машу про Бордо говорит, я так воспринимаю лист. Лариса, скажите. Всем доброе утро. Я хочу поделиться опытом сегодняшней практики и продолжением вчерашней. после нашего занятия я пошла в парк гулять и решила попрактиковать мету с новой такой формулой «Желаю счастья». Я вышла в парк, если так ходить по кругу, это где-то 4 километра вдоль воды. В общем, я пошла и я практикую так. Заметила, что люди ходят по часовой стрелке. А у меня, значит, я день по часовой, день против часовой. Вчера пошла против часовой. В это время уже не так много людей. Достаточно было людей. После медитации настройки инструмента, о чем мы говорили вчера. Постраиваться после медитации очень хорошо настроен. Я начала идти и желать счастья людям. встречались разные люди. Мамы с детьми, пожилые люди, мужчины, женщины. И что я заметила, что они шли напротив меня. Люди в своих мыслях, в телефонах, еще где-то непонятно где. Вообще в большом городе этот контакт глазами редко очень встречается. А здесь я заметила, что человек смотрит в телефон, потом раз, и очень много контактов глазных. Я приняла к сведению, что скорее всего люди чувствуют, что человек шел в телефон, смотрел, а тут кто-то идет напротив. Причем я не шла на расстоянии немножко. Не то, что прямо смотрела, на человека смотрю, но не так посмотри на меня, посмотри на меня. Вот удивительно, что люди чувствуют, они так смотрю, даже какие-то улыбки в какой-то момент здороваться, чувствую, хочется поздороваться с незнакомым человеком. Вообще удивительно, конечно, люди чувствуют этот хороший посыл, но действительно, если бы это просто, я там шла, говорила, просто желаю счастья, я не знаю, в конце уже такого эффекта не было, что я немножко подустала. Но это было удивительно. Второй момент, который я заметила, это близость со всеми вещами, я начала замечать такие мелочи, которые я вообще там хожу, как это не первый год, а тут прям смотрю, заметила там в одном доме какая-то ручка удивительная, там еще частный сектор есть, какая-то тибетская ручка совершенно, удивительно, я ее никогда не видела. Вот, потом заметила пару людей, люди преклонного возраста, они держались за руки, за руки прям, знаете, есть как бы люди, ну, скажем там, ну, назовем по-старому их интеллигенция, но еще можно встретить, а тут прям вот видно руки трудя, ну, как это, люди от земли, может, родственники привезли, не знаю, переселенцы какие-то, вот, они в очень сильном возрасте были, и они настолько трогательно держались за руки, я вот такое, как бы, у нас видела впервые, именно вот среди, вот, ну, скажем, этой группы населения, для меня прям было вот открытие такое, вот, и в конце уже я немножко так подустала, потому что шла в таком спортивном темпе, и уже такого эффекта не было, еще что меня поразило, что я не могла все время вспоминать вот это желаю счастья, вот, прямо оно у меня выпадает, вот, желаю там добра, там, еще что-то, у меня легко льдется, а счастье как-то вот вначале было нормально, а потом смотрю, вот, я забываю, я забываю, именно вот эти две фразы, они у меня потом уже сегодня я так во время медитации, вот, у меня сегодня интересная медитация получилась, она, вот, как есть такое определение медитации, не всегда там без мысли, есть как медитация и размышления, она у меня сегодня после Дагена пошла как размышление, вот, потому что это тема, которая вот у меня вчера как-то она возникла, я думаю, что же я так это желаю счастья, два слова не могу запомнить, вот, и я вот наконец-то поняла, что вот как бы, ну, как каждое слово, да, оно какой-то свой объем понятия имеет, у меня как-то вот это слово счастье, одно война, как-то оно схлопнулось немножко, потому что получается, вот, как бы лично показывает уже, что счастье для одного, несчастье для другого, почему-то это вот, и что-то внутри у меня противится вот именно слову счастье, потому что как бы как бы у меня это объем понятия как-то более человеческий, Словеческий, да, может у кого-то счастье убить другого, и он счастлив, или там убили врага, он счастлив, или убили там, уворовали, украли, он счастлив. Пусть там ненадолго, потому что рано или поздно карма догонит, чтобы показывать жизнь. И наконец-то, вы знаете, вы вспомнили слово «освобождение», и думаю, вот оно слово, которое мне хочется желать. В общем, я решила, что закончится наше занятие, я еще попрактикую словом «освобождение». Вот, на самом деле, это еще вот для меня, это какие-то новые освоения, практики меты, вот, потому что, ну, этапы, скажем так, потому что я как бы мету и желаю добра, там, говорила. И вот это вот состояние просто без слов, ну, то есть я в каком-то хорошем таком состоянии, открытом, да, вхожу в какое-то, и как бы делиться своим состоянием с людьми. А вот это еще вот следующий какой-то этап, оказывается, там, в мете столько же разных открытий и глубин, так же, как и в практике шикандаза. В общем, спасибо за опыт, спасибо за какой-то этап, в общем, такой вот опыт. Спасибо. Спасибо, Лариса. Да, и вот, ну, со словом «счастье» у меня тоже как-то не очень складывается. И, ну, потому что действительно, ну, как вы сказали, это как-то очень, какие-то очень могут быть там разные смыслы. И вот опять, ну, вот сегодня я вот во время войны его тоже как-то, я и раньше-то особо, мне было как-то с ним не всегда ловко, потому что действительно, что мы имеем в виду под счастьем, очень часто мы имеем в виду вот какой-то вот, ну, вот сейчас, да, вот это нечто, некий восторг, который там у нас происходит моментально. С другой стороны, счастье, там мы спрашиваем, ты счастлив? Там можно спросить человека про жизнь, да, вот жизнь человека прожил, ты вообще счастливую жизнь прожил или нет? Ну, я вот могу сказать про себя в этом контексте, что я прожил счастливую жизнь, вот, достаточно, ну, как бы, хорошую жизнь, я считаю. Мне повезло в этом смысле. И, ну, и как бы, поэтому смысл-то разный, но как раз вот здесь, мне, я возвращаюсь вот к предыдущей теме, вот этой уместности выражения, вот когда, да, какие слова, вот это какое-то внутреннее чувство, как вот с ними сейчас. Это, например, вот та конференция, которую, да, вот сейчас Инна упоминала, я тоже как-то, ну, мне вот, вот эта сама формулировка про счастье, она мне как-то очень была поперек, так сказать, и всего, что я сейчас переживаю. Вот если бы это было как-то, может быть, по-другому названо, все, может быть, все те же темы, которые там поднимались, но что-то мне само общее вот это приглашение, оно как-то не зашло, так сказать. Вот, но это, опять же, индивидуально все, и здесь, мне кажется, важно как раз соотноситься с этим, и особенно если мы во внутреннем опыте соотносимся, ну, когда вот там желаем, например, кому-то чего-то, может, какая-то внутренняя формулировка, уже не вслух произносим там. Ну, вот, можно как-то почувствовать, что сейчас вот именно там раскрывает, раскрывает как-то или наоборот там закрывает, вот придавливает или наоборот возвышает. Вот какие-то вот такие вот для меня лично важные оттенки, куда меня это направляется. Настя пишет про счастье. Вспомнила, что мне в школе, потом в лицее, потом в университете мне всегда пели. Настя, подари нам счастье. Пойдемте петь тогда. Владимир, скажите. Приветствую. Доброе время. Ну, я по поводу сегодняшней практики, я опоздал, я не прослушал первую часть Гензикана, но была такая глубокая тишина, она переживалась сегодня как-то по-иному. Я в нее вошел, и вот она сопровождала всю практику, и я вот по-хорошему удивился, что вот качество тишины, оно для меня очень важно, оно чувствуется стало, ну, как бы, глубже, а что ли, да? Вот, это очень чувствуется, и благодарю за это всех себя, вас, да? Вот, а потом, когда вы читали в конце Гензикана, мне показалось, что его очень много, потому что даже над одним, так сказать, жанром, да, одной строчкой можно, оно погружает очень сильно, да, и, ну, я, либо я думать начинаю там обо всем, да, вот, поэтому, может быть, чуть-чуть поменьше Гензикана, да, вот. Вот, ну, вот это качество тишины, это, пожалуй, самое сильное переживание сегодня для меня, вот. А то, что касается опыта ретрита, то для меня было очень важно и интересно вот последнюю часть ретрита, где вы исследовали вместе с нами, да, вот не я, да, хотя, опять же, и для меня не то чтобы какое-то открытие, что, ну, я, не я, не вы, да, что не я, это же изменчивость. То есть, да, то есть, вот это вот самое я, это же вот текучий процесс, да, и для многого это трудно выразить словами, но я это вот пережил благодаря вам, вот, благодарю. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, да, с Гензиком Иоанном я так сегодня выбирал сократить или продлить. В общем, просто там по структуре я смотрел куда дальше, ну, как дальше идти, если там в следующем будет короче, ну, в общем, у меня были какие-то свои соображения, я понимал, что, да, длинновато получается, но так как-то получилось. Вот, да, спасибо. Но насчет этого не я, я вот вижу там два аспекта. Один вот временной, что действительно этот процесс изменчивости, а второй вот этого как раз связанности с другими, что оно появляется, то есть, то есть, мы можем условно-условно назвать это временной один, а другой пространственной, то есть, вот, как бы, что мы обнаруживаем вот это я относительно всегда, относительно чего-то или кого-то, и, собственно, оно как будто возникает благодаря этому, благодаря этому тому, что есть, то есть, как бы, я может появиться только если есть не я. Вот это вот. И, то есть, в этом смысле мы созависимы с тем, когда мы определяем себя как-то, вот, как я, всегда есть это какое-то не я. И во времени ведь тоже, да, когда мы переживаем эту изменчивость, опять же, вот это сравниваем, а вот было же по-другому, а вот сейчас вот так, а вот будет еще как-то. То есть, опять здесь возникает эта, ну, относительность, я все время относительно чего-то располагаюсь. Ой, можно я чуть-чуть еще буквально? Ну, во-первых, я благодарю за День дурака с Ольгой Нагородской, да, это был для меня такой, я вчера посмотрел поздно ночью, это был для меня такой пердух, и я получила, а, да, извините, истинное наслаждение, да, значит, не только от игры, там, ума, да, но и от того состояния, которое вы оба, там, транслируют, это был такой хороший, для меня спектакльный перфоманс, работа, да, и пердух, да, извините, да, за выражение. Спасибо вам, что действительно благодарен, это здорово, настоящий подарок для День дурака. Спасибо, Владимир, рад, что вам понравилось. Я вообще не надеялся, что особо это будет кому-то понравиться. Некоторым, спасибо, некоторым заходит. Саш, Саш, скажешь? Да, я отсюда скажу, у меня тут два девайса. Я у меня родилась, вот после, значит, того, как Лариса сказала, значит, такое выражение, и тоже в связи с баней, можно людям встречно говорить, иди ты в баню. Ну, в хорошем смысле. Да, если опыт бани очень хороший, ребята. Нет, но здесь еще связано с тем, что я вот сегодня как раз очень хорошо пошел в Куан, до Гена, и каждый раз, когда вот его слушаешь, я вот, у меня выхватывается определенная тема, или даже слово, или выражение, и так остается. И вот сегодня осталось, значит, выражение, что след пробуждений. И вот в каком смысле я это понимаю, что вот на самом деле я когда, ну, когда сижу, то, естественно, есть вот эти два состояния, состояние такого сна, как бы, когда я в своих мыслях, да, а потом я пробуждаюсь, я здесь. Но это тоже другое состояние. То есть я вот сегодня заметил, что когда я, значит, пробудился, я действительно фиксирую, фиксирую. И говорю, я пробудился. То есть фактически опять же фиксируют. А, собственно, само пробуждение, оно при этом теряется. То есть остается только некий след, возможно. Вот этот был короткий момент между сном и пробуждением, которое мы называем пробуждением. Вот это и есть, наверное, самое то пробуждение. И как его, наверное, уловить можно. И вот я думал, как его лучше ловить. А вот возникло такое слово смягчение. То есть как бы размягчить себя. И вот тут со сканхами тоже связано. Вот это вот сканха, которая, значит, самая первая, ведана, да? Или как она? Ведана, вторая. Первая – это форма. Да-да, ведана. То есть приятно-неприятно. Вот если что-то приятное или неприятное, это какие-то фиксации. А вот добыться такого состояния, что такое размягченное состояние, и приятное и неприятное становится… Ну, как бы можно смещаться либо туда, либо сюда. Вот этот след пробуждения сегодня как-то пытался уловить. И тут вот как бы баня тоже вспомнилась, что размягчение где происходит? Как раз в бане. Да, спасибо, Саша. Ну, смягчение – это да, у меня тоже такое есть. Ну, вот в перерываемом опыте нашем, вот в моём. Как будто, ну, вот я сегодня говорил, что какие вот я там замечаю качества, да, пробуждённости, вот раскрытость, да, такая открытость. Ну, вот если мы там говорим в терминах пространственных, может быть, сокрытость, открытость, может быть, вот эта возвышенность, так сказать, и придавленность. Соответственно, тоже мы можем как-то отличать, что лучше, что хуже. И вот смягчённость и жёсткость, да, это тоже вот такое ощущаемое переживание. Но вот что он тут говорит сегодня, существует след пробуждения, который невозможно ухватить, вот сколько бы ни пыталось, может, ухватить. Потому что тут как раз смягчённое же оно течёт, это же вот поток как раз, собственно, вот поток невозможно ухватить. И поэтому попытки зафиксировать пробуждение, они бессмысленны. То есть вопрос вот как постоянно становиться этим потоком. Вот мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. То есть как мне становиться потоком непрерывно, ну вот в силу того, что он непрерывно течёт. И вот, собственно, с этим мы и пребываем в практике. Как в формальной, так вот стараемся и в неформальной тоже. Спасибо, Саша. Ну, сходи в баню как-нибудь в ближайшие дни. Екатерина, скажите. Добрый день. Доброго дня. Спасибо, Валерия, вам за практику. И Санка, большое спасибо за практику. Я хотела в тему ваших рассуждений с Ларисой о счастье и в местном выражении добавить. Просто что несколько лет назад я поняла для себя, ну вот когда с днём рождения у родственников, друзей, и обычно все желают исполнения желаний. И я перестала желать исполнения желаний. Я говорю, что пусть не желание твое исполнится, а пусть случится в твоей жизни так, как лучше для тебя. Потому что у меня такое было, ну, какое-то количество раз уже. Когда я чего-то хотела, чтобы у меня было в жизни, оно потом случалось, и оказывалось, что я немного не того хотела. Ну, то есть как бы немного не так хотела, немного не так представляла. И я поняла, что важнее не то, чтобы исполнилось, что я себе придумала, а чтобы просто обстоятельства сложились так в жизни. И чтобы было именно твое местное выражение. Чтобы, а то бывает так, желание твое исполнится, но в этом неподходящий какой-то момент, неподходящее время жизни. И как бы толку, чтобы исполнилось, только привело на тебе больше каких-то, наоборот, страданий, чем радости. Вот. И хотела ещё сказать, что я вчера посмотрела профон. Там не только куры и кошки. Вот куры и кошки могут быть женского рода. А кошки почему? Потому что они ловят змей и крыс. Спасибо. Спасибо, Нан. Значит, есть исключения у них тоже на Афоне. По поводу исполнения желания. Мне довольно давно ещё рассказывали такую страшную историю. В смысле, что это? Ну, вот её как страшную историю рассказывали. Я в Праге. Я когда там жил, в Праге, примерно около года жил. Ну, ещё там давно, в 2000 году. В 1999. И, ну, сегодня Прага очень красивый город. И многие там, ну, как-то, особенно тогда вот постсоветские люди приезжали в такой вот, в каком-нибудь европейские города. И вот очень как-то поражались. Мне вот говорят, что рассказывали про девушку, которая приехала в Прагу и сказала, я хочу здесь остаться навсегда. И потом она через несколько дней умерла, и её похоронили на пражском кладбище. Такая страшная анекдотическая история. Не знаю, насколько она была справдива. Вот, но рассказывали мне, я сегодня так вот, очень серьёзно, что, мол, не желай тут ничего, тут всё исполняется. Или, как это, формулирую желание точнее. Окей, спасибо. Кто-нибудь хочет ещё что-нибудь сказать, поделиться чем-то? Ну, если силы не нет, давайте я прочитаю, что мы написали. Потихонечку будем... А, вот, Илья, Илья. В последнюю дверь. Успел. Благодарю за практику. Мне очень отзывается, что говорят участники. Я очень благодарю всех, кто говорит, потому что в этом отражается очень сильно и мой опыт. Для меня тоже, как и для многих, этот ретрит последний стал очень глубоким, настолько глубоким, что даже непонятно, как это артикулировать. Потому что у меня вообще был какой-то запрос... Ну, не запрос, а какая-то мотивация больше смотреть в сторону духовного и сакрального, когда мы тогда поднимали эту тему. И вот вы говорили, что сакральное – это что-то, то, что вокруг, то, что везде, по крайней мере, какие-то. Понял, услышал мою сопричастность вот эту вот совсем с этим. И это очень хорошо откликается с этим белым квадратом Валерия Верязкина. Да, потому что это как бы Куан, он стал таким, к которому я очень часто возвращаюсь. И даже сегодняшнее Куан, то, что вы читали, этот отрывок, он очень тоже был близок с этим. По крайней мере, как я ощущаю, что я ощущаю себя тем, что... Ну, то, что вокруг, это тоже меня формирует, то, что делает тоже меня мной. Вот это вот не я делает меня... Не знаю, как об этом говорить. И еще я понял, что я очень большую часть дня провожу в, условно, в нейтральном состоянии, если делить на негативное, нейтральное и позитивное. И вот я увидел вот это вот тикотение к позитивному, к хорошему опыту. Я просто это стал различать, что когда я делаю что-то, условно говоря, скучное, как хочется из этого состояния сразу переключиться на что-то, на, не знаю, на YouTube, на еду, на еще что-то, уйти как бы из нейтрального. Как раз наша практика, она помогает быть там нейтральным, находиться в нем. И сегодняшняя вот эта тема переходов, она стала какой-то тоже очень важной. И я возьму это сейчас в день и буду как-то всматриваться в эти переходы, если вообще их возможно различить, потому что это тоже как радуга. И где этот переход находится, как его увидеть, как его почувствовать, это очень большой вопрос. Можно ли вообще с этим как-то находиться. Спасибо большое. Спасибо. У вас там ворона кричала сейчас? Да. Хорошо кричала. Я, знаете, сейчас вспомнил, вот что-то такое у меня... Не так давно я это вспоминал. Из подросткового возраста моего, какое-то мое первое, вот как раз такое было, словно пробуждение по поводу этого, как мы встречаемся с... Насколько вот наш, как сказать, вот этот я действительно появляется на границе встречи. Что, ну, это было в отношениях с моими родителями. То есть я, опять же, подросток, там, понятно, что всякие там процессы, внутренние переживания в формированиях, там, вот этого как раз себя, да, и в отношениях, ну, как это оно вот формируется. Там, не знаю, сколько у меня было, 16-17 лет, 17, наверное, 16-17, так примерно. И вот у меня был какой-то период, когда я начал как-то очень так к отцу относиться не очень хорошо. Ну, в смысле, что он просто пил, и как бы... Ну, а для меня был важен пример все-таки отца, с которым я в ВКонтакте. И у меня были там другие примеры других, там, моих друзей старших, например, там, брат, которые занимали более какой-то даже, ну, как именно как пример, как такая отцовская фигура, был мне важнее. А вот отец, я как-то на него смотрел, у меня начало возникать какое-то такое чувство, ну, презрение, что ли. А он, ну, как бы, он был летчик до этого, до... Ну, как бы, вот в этот, когда я уже был вот в этом подростковом возрасте, он уже был на пенсии, ну, демобилизовался. А до этого он был таким, ну, очень хорошим летчиком, асом, истребителем. И его ценили. Вот, и как-то я помню, что вот я что-то мучился этим, ну, как-то у меня сильно само это презрение у меня возникало, и мне оно самому не нравилось, в общем, ну, вот как я вызывал определенные мучения. И потом я, вдруг у меня было какое-то такое вот переживание, я его, кстати, только недавно вспомнил, до этого я его забыл, что я вдруг посмотрел на отца глазами матери моей. Ну, вот что просто я отца вот в этот период особенно там знал уже, как вот человек, ну, вот уже одного, да, какого-то вот, который мне там не нравилось, его поведение в определенных аспектах. Хотя, опять же, хороший, добрый человек был, вот единственное, что алкоголик. Вот, и это, конечно, вносило большие проблемы уже из семьи. Ну, вот я как-то вдруг, неожиданно причем, как-то посмотрел в глаза матери, что она-то вот, ну, вот, когда они познакомились, им было там по 20 лет, она влюбилась вот в того лётчика, аса молодого, голубоглазого, там, с чубом красивого. И она жила с ним всю его, всю их жизнь. И даже то, что он изменялся, изменялся уже вот. И то, что ей понятно, что её мучило, его алкоголизм и прочее. Но всё равно она жила с тем человеком, с которым она когда-то познакомилась. Я это как-то вдруг понял. Ну, вот, ну, и вот потом они уже прожили, отец умер, у меня несколько лет назад. Ну, и они прожили вот до 80, то есть он умер в 86-87 было. И они были всё это время вместе. Ну, и мама говорила, что она рада, что в своё время там не развелись, не расстались, потому что, как бы, были у неё, естественно, такие мысли, когда он пил. Вот. И как-то меня вот это вдруг, я говорю, что ещё тогда, в моём этом 17-летнем возрасте, вдруг это как-то развернуло, что то, как я вижу человека, то, как я воспринимаю, я воспринимаю его исключительно из себя. Ну, вот, из своего опыта встречи с ним. Но другой человек, живущий рядом со мной, он воспринимает его совершенно из своей жизни, из своего опыта встречи. И это какие-то абсолютно разные вообще ситуации. Поэтому говорить, что вот, ну, какая-то есть такая прям объективно-объективная истина, как бы невозможно, потому что есть всегда вот эта субъективная встреча. И меня это вот тогда как-то расширило. Вот я, ну, действительно, я как-то отпустил во многом своё вот это чувство. Ну, как-то я был, в общем-то, даже обижен на него, в смысле, что вот, что же он так себя ведёт. По отношению к кому? По отношению ко мне, конечно. Я самый главный. Вот. То есть мне это позволило расшириться, как-то увидеть многогранность там любого человека и как-то встретиться в том числе с отцом по-другому тогда. Да. Ну, и после этого уже там, понятно, я взрослел дальше, у меня уже там изменилось отношение к нему вообще в целом. Просто к его там каким-то особенностям, действительно, к его жизни, то, что он там алкоголиком стал, тоже неспроста был. Как бы не по злой воле, так сказать. Ну, вот такая история как-то мне вспомнилась. Я просто её не так давно вспомнил тоже. В общем-то, в контексте наших тоже здесь вот этого ретрита. И сейчас вот вы мне напомнили опять её даже. Спасибо, Илья. Ну что, давайте я всё-таки прочитаю, что мы написали, и на этом мы на сегодня завершим. Алексей написал. Платон мне друг, но истину Даген поведал. Елена. Забывать себя в паузе после выдоха. Со вдохом открывать себя заново. С выдохом снова отпускать себя. Я написал. Сегодня утром. Небо синяяркое. Стена жёлто-солнечная. Окно чисто прозрачное. Глаза. Какие они, эти глаза? Сегодня утром. Владимир. В утреннем тумане почти растворились предметы и стихи. Капельки тумана украсили жемчужинами уру дворового кота. Прекрасная тишина. На что могу опереться, кроме тебя? Благодарю за практику. Лариса. Что пожелать ближнему? Счастье. Но счастье одного может обернуться несчастьем для другого. Желаю освобождения всех живых существ. Оно благотворно для всех. Благодарю за практику. Аня. Наблюдать движение в переходах. Приходить в новое. Оставляя менее новое. Где осталось более старое. Ещё недавно бывшее новое. Хорошо. Ну что, спасибо. Можем выглянуть в окошки. Пожелать друг другу освобождение. Человеческого добра. Спасибо.